Большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург. Николай Растворцев, Мария Новикова, Ахонская приветствуют вас. И у нас для вас срочное объявление практически. Алло, мы ищем таланты, но если немножко сузить, то мы ищем самую футбольную маму. Конкурс с таким названием пройдет 27 ноября сразу в нескольких городах, в том числе и в нашей футбольной столице России. В нашей студии организатор сообщества «Футбольная мама» Надежда Васильева и участница конкурса Анна Дьякова. Доброе утро, прекрасные девушки. Поздравляю вас в первую очередь с Днем сыновей. И во вторую очередь не могу вас не спросить, неужели вы говорите эту фразу «забьем на все и уйдем на футбол», которую обычно приписывают мужчинам и папам. Да, это действительно так. Мы тоже стали играть в футбол благодаря нашим детям. Они нам привили такую любовь, и мы ходим играть в футбол, и наши мужья, папы, наших детей остаются дома и ждут нас на хозяйстве. А как настоящие мамы, которые в режиме 24 на 7, которые занимаются домашними и прочими делами, успевают находить то самое время для футбола? Да, у некоторых мам по 5 детей, но все просто так аккумулируются, начинают друг другу помогать, и даже приезжают поболеть за маму. Поэтому это как-то даже объединяет всю семью, когда все любят футбол, мамы, папы, дети, все друг за другом болеют. Нет, но если подождите, пятеро детей – это хоккейная команда. Где пять, там еще шесть, и вот тогда будет целый основной состав. Так, в рамках вашего состязания прекрасных мам у вас будет и настоящий, очень масштабный футбольный турнир, можно сказать, целый чемпионат. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, большой турнир. Мы просто, когда сделали первый турнир, и в соцсетях выложили наш ролик, мамы из других городов говорили, как круто, что у вас такое есть в Санкт-Петербурге, а у нас нет. Давайте делать турниры в разных городах. Но сначала мы пригласили всех мам в Санкт-Петербург. Все попробовали поиграть, всем очень понравилось. Мама первый раз в жизни получила кубок, медаль. Все за нее болели, вся семья это очень заряжает. И просто теперь все мамы своих детей, они приезжают из разных городов. Воронеж, Чебоксары, Челябинск, Москва, Нижний Новгород. Все эти мамы приедут к нам в Санкт-Петербург 26 ноября и будут играть вместе в футбол. Порядка 250 человек. Это действительно крупный турнир. Анна, вас в какой момент футбол зацепил? Кто вас привел? Кто вам рассказал? Позвонил? Может быть, вы всегда хотели, но никому не признавались? Мой сын занимался футболом, но, к сожалению, его бросил. А моя подруга уже играла в футбольном клубе «Футбольные мамы». И позвала меня как-то на женский футбол. Я как-то зажглась этой игрой. Вы нападающая, вы защитница, вы врата. Я защитница, да. И там проходил турнир как раз, можно было бы любой маме поучаствовать. Она меня туда пригласила. Я поиграла, поняла, что это очень интересно, зажигательно. И начала играть в футбол. После этого я уже агитировала своего сына все-таки записаться обратно. Вернись в спорт. Вернуться в спорт, да. Это очень, оказывается, тяжело. Чем-то занять детей очень важно. Придать ему уверенности, мотивировать. Теперь мы вместе тренируемся, вместе ездим на турниры. Мы одна команда. Что еще в рамках конкурса? Не только, я так понимаю, футбольные навыки и умения проявить. Будет и творческие, и, наверное, кулинарные какие-то. Да, конкурс показывает в целом роль матери. Как она готовит вкусные завтраки. Как она вообще помогает ребенку собраться на футбол. Как она на воротах стоит во дворе. И состоит из таких этапов, как кулинарный этап, где мама за 5 минут, быстрый, полезный, питательный завтрак. Собственно, то, что она каждый день делает, надо просто повторить. А то, что спортивный, где проходят эстафеты с детьми. И нужно пробить пенальти кому-то из известных футболистов. Мы приглашаем кого-то из них. И есть, конечно же, на финале творческий номер. И там может объединиться вся семья. Мамы, дети, папы, бабушки, дедушки. Либо мама индивидуально. И кто что может. Песни, танцы, сценки. Все это должно быть обыграно в футбольном стиле. Интересно. Анна, из этих этапов, какой больше всего вызывает трепет? Может быть, какое-то такое волнение? Скорее, приготовить завтрак. Потому что я встаю очень рано, чтобы приготовить завтрак. Ну, 5 минут, это, конечно, маловато. Но постараемся. Больше всего я, конечно, заинтересована в творческом конкурсе. Потому что хочется привить себя, показать свои таланты. А теоретически какие-то навыки необходимы? Рассказать мужчине, что такое офсайт. Объясните очень быстро. Или еще что говорят, что женщины якобы не способны понять футбол. Да, у нас был такой этап. Прошлый год. Затянулся, затянулся. Гости соскучали. В этот раз мы его исключили. Понятно. Скажите, а как мужья, как друзья реагируют? Когда вы приходите, у вас там, понятно, есть какой-то круг. Вы там занимались одним, другим? Встречались, ну, условно, на пикниках, на дачах, в отпуске. И тут вы приходите, говорите, никаких встреч в театрах. Ничего. Идем на футбол. Круто. На самом деле, в основном, собирается такая компания по интересам, что всем нравится футбол. Поэтому всех он объединяет. И у нас на столе, так понимаю, главный приз. Да. Давайте поподробнее чуть-чуть о нем успеем рассказать. Короны. Так. Какая красота. Ну, такая тоже, сине-бело-голубая, то есть в цветах петербургского зенита. Да. У нас в разных городах проходит конкурс, в каждом городе свой цвет. В Москве красный, в Нижнем Новгороде был такой разлый. У нас синий. Синий-бело-голубой. И победительница будет только одна. То есть мы ищем самую футбольную. Не командно. Победительница будет, самое главное, одна. Но в остальных этапах, в кулинарном, в спортивном, есть еще промежуточные номинации. Миссис-шеф, миссис-спорт и миссис-талант. Ну, раз вы так прекрасно в футболе разбираетесь, короткий финальный вопрос. Сегодня «Зенит» играет с травяной звездой из Сербии. Это битва чемпионов. Лучшая команда Сербии против лучшей команды России. Просто ваш прогноз. Я думаю, что 2-1 в пользу нашей команды. Да. А на вы? 5-0. 5-0. Если вы еще взять таких девушек в рамках запасных и выпускать по одной на поле, то и 10-10 точно будет. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Напоминаю, что у нас в гостях была Надежда Васильева и Анна Дьякова. Искали самых футбольных мам. 27 ноября, в День матери, мы узнаем имя победительницы. Но пока перейдем к другим темам.